Проконсультируйтесь, что мне надо делать? Чуть, едет куда, едет вот так. А? Смотрите, слушай, садитесь. Слава Богу, вы приехали очень быстро, милиция приезжает, через полтора дня приехали. Не случайно были рядом. Лицо можно снимать? Зачем? Не надо, я лицо не снимаю. Не, он не важно, зачем он снимал? Не зачем, потому что я в журналист, потому что я хочу спасти не только себя, я хочу спасти еще 40 тысяч в Николаеве алкоголиков и наркоманов, их родителей. Хорошо. Их родителей. В этой ситуации они не знают, что делать. Правильно. Объясните, вы как профессионал, я тоже, в принципе... Можете даже только лицо показывать, я вам буду говорить все, как положено. Расскажите, пожалуйста. Можете представить. Ну, не вернем, представьтесь. Черный Виталий Дмитриевич, врач-психиатр. Еще раз вам говорю, для наркоманов и алкоголиков есть только неотложные показания в двух случаях. У наркоманов их практически нет неотложных показаний. В наркологическое отделение, когда они ложатся. То есть они ложатся только добровольно и только... Если он кидается с ножом, если он начинает бить здесь... Ну, как вы думаете, если он кидается с ножом, это наркологическая болезнь или считается хулиганство? Ну, хулиганство, я же еще раз говорю, милиция приехала через полтора дня. Не то, что через полтора часа даже. Через полтора дня. И только после моих там звонков... Ну, я в общем-то не важно, через полтора дня они приезжают. Они приезжают, может быть, с небольшой задержкой. Как-то я все выложу в интернете. И пусть они на меня поддают куда угодно. Милиция приехала через полтора дня. Они начали выяснять, что это Ленинский район. Я здесь живу 10 лет. Какой Ленинский? Они приехали сначала с Ленинского. Ну, как сначала? Минут через 40 приехали с Ленинского. Я все, что я сейчас... Как я сейчас... Ну, странный район, понятно. Но это не важно, кто приехал и когда приехал. Что нам делать? Нам, родителям, когда дети утром просят... Он уже не на наркотики, он просит деньги на вот эти таблетки от кашля. Он говорит, я с них спрыгиваю, мне нужно купить таблетки от кашля. Таблетки от кашля уже там не содержатся наркотических вещей. Раньше, когда им будет. Сейчас нет. Значит, пусть он, если он собирается спрыгивать, как вы говорите. Не собирается он спрыгивать, это мы собираемся. Заместительная терапия там есть. Вот это замечательно. Он подходит туда. Вот это замечательно. Становится на учетке. Через сколько они задыхают после заместительной терапии? Я не могу вам точно сказать. Я лично на моем опыте, я точно не знаю. Ну, говорят, лет 5. Лет 5 и все, и сдохнет. Ну, и сдохнет. Это 5 лет не все равно. Через 5 лет мы все равно мучатся, потому что они все равно потом... Они должны нормально приходить туда, получать свою дозу. Суточную. И отправляться домой. Это они так должны. А делают они... Ну, а то, что они делают, извините. Ну, что нам делать? Если наркоман хочет получить... Что нам делать? Удовольствие получить, так... Я же еще раз говорю. Ему это, с одной стороны, удобно. Ему не надо искать наркотики. Кому нам вызывать? Кого нам? Я уже говорю нам, родителям. От лица 40 тысяч. Как уговорить? Уговорить, просто сказать... Он же понимает, что у него через 8 часов, скажем, начинается ломка. Ему надо искать. Если вы не дадите, значит, что-то с ним будет. А тут государство дает, определенная структура, дает ему лекарства. Не лекарства, а наркотики, таблетированные. Это таблетированные лекарства. Единственное, что их пользует, это в том, что они... Мне не хочется, чтобы он у меня сдох через 5 лет. А 5 лет ходил овощам тут бахатит. Вообще не хочется, честно. Ну, лично я, опять-таки, я не знаю истории о том, что умирает. Это то, что я мог слышать. О том, что метадон, это нехорошая вещь. Как нам его спросить? А так он сдохнет у вас от СПИДа. Если будет продолжать колодцы. Как ему это объяснить? Какими словами? Ну, какими словами? Он же отлично знает, что у него каждые 8 часов нужно срочно искать что-то. Вы думаете, он будет перебирать чистый шприц, нечистый? Конечно, не будет. Вы думаете, он будет, если с ним приятель поделится шприцом, он его не заразит или сам, так сказать, его товарищ не заразит? Любые, даже самые состоятельные наркоманы, учитывая, что они поча, сам принимают наркотики, могут этого заразиться. Поэтому я же не знаю, что вам удобнее, чтобы он умирал от СПИДа, что еще тяжелее. Ну, чтобы его уговорить, вам очень просто. Особенно в период, когда ему очень плохо. Просто берете и едете туда. Оформляется, в принципе, не особенно долго. Что-то надо для фамилии. Не знаю, ну, паспорт надо. Нет у него паспорта. Ну, какой-нибудь документ у нас ставили еще личность, есть же что-то. Какой-то военный билет, какой-то. Не служил он в армии, нет его. Свидетельство, я не знаю. Какие-то же документы все равно у людей нет. Ничего у него нет. У него все документы заложены, переложены. Где-то найти можно, значит. А где паспорт? Ну, заправили, что у него. Не паспорт. Ну, с машиной забрали. Теперь у тех паспорт. Ну, и тех паспорт, и паспорт. Так что, у него нельзя забрать паспорт, что ли? Ну, можно, но... В конце родительские права же у него оставили. Тоже. Все понятно. Вы много видели наркоманов с родительскими правами? С родительскими? Ну, встречается. Встречается. Ну, ладно, спасибо вам за оперативность. Привет. Передавайте привет. Смысл в том, что скорая помощь в данном случае вам не поможет. Максиму Сергеевичу. Угу. Передавайте привет Максиму Сергеевичу. Передавайте привет Максиму Сергеевичу.